Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такое замечательное, простое выполнение сарафанчик. Я вязала на девочку 2 годика. В соответствии из своих замеров и расчетов, вы сможете сделать абсолютно на любой размер. Конечно же, все зависит от вашей пряжи. Если вы хотите связать теплый сарафанчик, то можете использовать полушерсть либо акрил. Если хотите более летний вариант, то, соответственно, вам лучше использовать хлопок пряжи. У меня ушло акриловой пряжи почти 2 моточка. Осталось буквально где-то порядка 15 грамм со второго мотка. Соответственно, я вязала на девочку 2 годика на полуобхват груди 25 сантиметров, даже где-то 26 сантиметров. В самой узкой части у меня 25 получилось сантиметров, в самой широкой под проймочками 29 сантиметров. Полностью длина изделия от плеча до подола, к сожалению, не помещается у меня в экранчик, но в первоначальной заставке видео вы видели, я думаю, этот сарафан полностью. У меня составил 42 сантиметра. Самая широкая часть юпочки, которая только возможна на данном сарафане, у меня 50 сантиметров лицевой глади. Я делала расчеты, исходя из лицевой глади образца, но, как вы видите, лицевая гладь гораздо, скажем, шире, чем само вязание. Платочная вязка и жгуты забрали свои сантиметры, поэтому я буду делать расчеты по грубым меркам таким вот. Если хотите более досконально, можете связать образцы из жгутиков и платочной вязки, чтобы более точно связать на нужный размер для вас. Высота проймы 13 сантиметров. Я посчитала, что это более оптимальный вариант, так как я вязала платьишко-сарафанчик на носку, скажем, на гольфике. У меня акриловый сарафан, который мне нужно, чтобы был на осень-весну в детский садик под футболочку, либо это под легкий гольфик. Вот с таким расчетом я и связала. Оформила я горловинку вот таким вот отворотом-воротничком. Если хотите, можете оставить после того, как мы будем делать убавление для горловинки, закругление, обвязать столбиками без накида крючком и сделать рюшики. Это для тех, кто не хочет такого грубого, скажем, воротничка. Мне на этом сарафане такой воротничок понравился. Его также можно было бы оформить веерками, но так как у меня все сделано спицами, я крючка сюда не стала, скажем так, добавлять ничего крючком. У меня все получилось достаточно, как на мой взгляд, аккуратно, красиво. Вот, поэтому ничего я добавлять не буду. Я оформила тремя пуговичками на планке, при этом эти пуговички расстегиваются. Одну планочку мы будем делать для петелек, вторую пришивать к ней пуговички. Вот, хотите, можете сделать пуговички в два ряда. Где-то на просторах интернета я видела, как сделали шесть пуговичек. Мне понравился этот вариант, но я решила в своем видео показать вам, как сделать три пуговички. Причем можно сюда взять пуговички поменьше размера, но мне вот понравилось, именно я взяла тон в тон с легким перламутром и попались вот такого размера. Я решила так оставить. Оформила я сарафанчик вот такими жгутами. Сзади я оформила жгутом чуть-чуть пошире. Соответственно, два жгута совместила в один и получилось вот такое у нас вязание. С внутренней стороны воротничок выглядит вот таким вот образом. Все достаточно аккуратно, на мой взгляд, и красиво получается. Если вам понравилось, не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжи фирмы Ланоса серия Минти. Это чистый акрил, но часто вяжу из этой пряжи детские вещи. Акрил достаточно мягкий, нежный. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Так как я вяжу для девочки достаточно часто все оттенки розового цвета пряжи, то сейчас я решила разбавить этот розовый цвет вот таким красивым нежно-голубым цветом. Далее, для вязания нам понадобится два номера спиц. Это круговые спицы. В данном случае у меня номер 3 и номер 3,5. Длина тросика 60 см. Далее нам понадобятся ножнички, крючок, сантиметр для замеров точных и расчетов петелек нужного количества для вашего размера. Далее я буду использовать вот такие вот маленькие булавочки. Можете заменить их маркерами, можете заменить какой-то различной ниточкой контрастного цвета. Можете вообще их не использовать, если вы давно вяжете. Также, возможно, вам понадобится держатель для петелек, вот такая вот булавочка. Также можете ее заменить контрастной ниточкой, либо же дополнительными спицами. Перед началом работы рекомендую вам связать небольшой образец из пряжи и спиц, которыми вы будете вязать ваше изделие. Причем я взяла спицы для образца меньшего размера. Смотрите, берем нашу этикетку и связав образец 10х10 см, мы смотрим, что рекомендует нам производитель делать с данной пряжей. То есть здесь нельзя отпаривать, здесь нельзя гладить данную пряжу и стирать только при ручной стирке 30 градусов. То есть наш образец нам нужно только лишь постирать и высушить на ровной поверхности. И посмотреть, насколько у нас, скажем, растянулся и деформировался образец. Так у вас будет и с вашим вязаным в изделии. Так как я знаю, что эта пряжа, в принципе, не садится и не растягивается после стирки, то я связала просто вот такой вот образец. Я вяжу из этой пряжи достаточно давно. Вот. И далее смотрим, сколько же у нас количество петель в 10 см и сколько количество рядов в 10 см, для того, чтобы сделать в дальнейшем правильный расчет и не пришлось перевязывать вам изделие. Итак, я измерила количество петелек в 10 см. Плотность моего вязания составила 23 петли по ширине моего образца. В 10 см 23 петли. То есть, исходя из этого, мы 23 делим на 10 см. У нас получается 2,3 петли в 1 см. То есть, вот это число у нас уже готово. Далее мы измеряем 10 см, но уже высоту по количеству рядочков. У меня получилось в 10 см 33 ряда. То есть, высоту у меня получилось 33 ряда. Далее я 33 делю на 10. У меня получается 3,3 ряда в 1 см. То есть, вверх. И теперь мы, исходя из этих данных, уже исходя из нашего образца, будем далее делать наши расчеты. Для расчетов нам нужны такие мерки. Высота юбочки. Общая высота платьицы. Далее нам нужна высота проймы. Это от подмышечной части до плечевого скоса. Обват шеи, в принципе, здесь нужен. Но если вы будете мерить на ребенке, то, соответственно, учтите этот факт, что здесь нам нужно будет закрывать петельки до плечевых скосов, для того, чтобы вот здесь вот не была слишком узкая горловинка. То есть, если вы уже наверняка знаете, сколько, скажем так, вам нужно для обхвата шеи ребенка, то, соответственно, здесь можете не измерять. Далее нам нужно определиться с нашими планочками. Соответственно, будем мы делать по одной пуговичке в один ряд. Либо же это, возможно, два ряда пуговичек. Я видела в интернете есть, скажем, подобный сарафанчик, где два ряда пуговичек. Мне понравилась идея, но я вам сегодня покажу, как сделать с одним рядом пуговичек. И теперь, конечно же, нам нужно знать обхват груди. У меня обхват груди составляет 51 сантиметр. Я не буду слишком делать с запасом, но, тем не менее, мы будем делать сейчас расчеты, исходя из вашей плотности вязания лицевой гладью. Так как у нас здесь будут жгуты и косы, то, соответственно, мы будем брать больший размер. И, возможно, у вас по расчетам получится немножечко больше, чем на вот этот обхват. То есть, и благодаря этому и получится запас. Мы берем обхват груди, то есть 51 сантиметр у меня. Умножаем на количество петель в одном сантиметре, то есть на 2,3 петли. И получаем 117 с чем-то, с чем-то, с чем-то. Я округляю до 118 петелек. Я люблю четное количество петель. Далее для начала вязания вот этой юпочки подола нам нужно это количество петель умножить на 2 раза, то есть на 2 петельки в 2 раза каждый сантиметр. Соответственно, 118 петелек мы умножаем на 2 и получаем 236. Казалось бы, все до ничего нам подходит это число, но, опять же таки, мы брали, исходя из лицевой глади. То из-за того, что у нас будут косы, жгуты и так далее, я буду, скажем, делать сокращение от самой широкой части подола, то есть вот эти 236 петель, которые мы умножили на 2, обхват груди. Мне нужно при сокращении вот здесь вот, переходя с юпочки на кокетку, это число, чтобы делилось на 3. Можно, в принципе, было бы и оставить, поделив это число на 3, 78 раз, но, опять же таки, опять же таки, чтобы вот эта кокетка у нас сильно не сузилась, я буду добавлять, то есть я возьму целое число, это 80 раз, соответственно, добавлю 4 петли, то есть 240 петелек. Отлично делится это число на 3, для того, чтобы нам красиво перейти с юпочки на кокетку. Вы же берете свои сантиметры окружности груди, возможно, у вас 54, возможно, 49, умножаете на количество петель лицевой глади в 1 сантиметре, далее округляете, я обычно это делаю для того, чтобы мне было удобно, скажем так, делать умножение, и далее это число округляете до тех пор, чтобы оно делилось у вас на 3. Это нужно для перехода с юпочки на кокетку. И затем, если мы 240 петель, затем сократим с юпочки на кокетку, у нас получается 80 раз, то есть 240 мы делим на 3, 80. Или же это получится у нас четное количество петелек, для того, чтобы правильно поделить на перед петли и на спинку. Берем спицы большего размера и набираем количество петелек для начала вязания. У меня это 240 петель. Я буду набирать самым обычным способом. К своим набранным петелькам я набрала еще одну дополнительную петлю, лишнюю. Она у нас при замыкании в круг сократится, то есть всего 241 петля. Достаем одну свободную спицу, вот так вот аккуратненько, и подтягиваем вот так вот наши петли. Обязательно перед тем, как замыкать вязание в круг, нам нужно наши петли выровнять таким образом, чтобы они не были перекручены. То есть смотрите, вы кладете к правой руке вашу рабочую ниточку, вот она спица с рабочей ниточкой, и в левой руке у вас первые набранные петельки. Теперь хорошо подтягиваем петли к краям. И теперь что мы делаем? Смотрите, мы первую набранную петельку переносим к последней набранной петельке на правую спицу. Вот так. Теперь эту последнюю набранную петельку, которую я лишнюю набрала, одеваем на первую петлю и спускаем полностью со спиц вот эту последнюю набранную петельку. То есть смотрите, вот она первая набранная петля, вот она вторая петля набранная первая, и вот эта последняя петля у нас просто между спицами. Теперь подтягиваем короткий краешек ниточки на себя, рабочую ниточку от себя, то есть затягиваем нашу вот эту последнюю петлю и возвращаем обратно петельку на левую спицу и еще раз подтяните хорошо. Теперь отправляем короткий краешек хвостик вот так вот за работу к рабочей ниточке и хорошо натяните эти две ниточки. Буквально несколько первых петель я провяжу в две нити, то есть рабочую ниточку и хвостик наборочной нашей косички. Вот теперь мы сейчас начинаем вязать первый ряд, он у нас просто идет изнаночными петельками, то есть первые несколько петель я провяжу просто изнаночными петлями. Достаточно туго я это сделала для того, чтобы нашу ниточку хвостик уже ввязать в работу и не пришлось нам его прятать после того, как мы свяжем изделие. Буквально вот несколько петелек я провязала в две ниточки, хвостик наш спрятала, теперь вы видите где у вас уже связаны эти петельки несколько, вот сюда нам нужно подкрепить какую-нибудь булавочку либо маркер. Я возьму булавочку, мне ее хорошо видно, вот и что мы делаем? Мы прикрепляем вот так вот нашу булавочку и будем видеть, что здесь начало, конец ряда. И дальше продолжаем уже вязать в одну рабочую нить просто изнаночные петли до конца ряда, соответственно до тех пор, пока мы не дойдем до нашей булавочки. Это и будет первый ряд. Я вяжу вот так вот за ближайшую стеночку первый ряд изнаночными петельками, пока не пройду круг до самого-самого конца. Довязала по окружности изнаночными петельками второй ряд, я буду вязать лицевыми петельками за дальние стеночки. Вот у нас первая петля, заводим за дальнюю стеночку спицу и начинаем вязать все петельки во втором ряду просто лицевые. То есть я вяжу за дальнюю стеночку для того, чтобы красиво развернуть наши петельки и не были они перекручены, перекрещены. Вот так, смотрите, получается у нас чередование изнаночный лицевой ряд. И вот так я буду вязать такой же платочной вязкой, как вы поняли уже, наши 10 рядочков. То есть сейчас мы с вами связали первый ряд изнаночными петельками, второй ряд лицевыми я вяжу, далее третий ряд изнаночными петельками, четвертый лицевыми, пятый изнаночными, шестой лицевыми, седьмой изнаночными, восьмой лицевыми, девятый изнаночными и десятый ряд лицевыми. Вот так я буду продолжать, при том, что я буду вязать каждый последующий ряд за дальнюю стеночку. Сейчас мы с вами ряд вяжем лицевыми петлями второй по счету за дальнюю стеночку, затем вы доходите до конца вот этой нашей окружности, до булавочки и будете вязать за вот эту ближайшую стеночку, при том, что петля уже развернулась и эта дальняя стеночка стала теперь уже передней стеночкой. Связав изнаночные петельки, мы в следующем ряду точно так же, так как петельки повернуты, будем вязать за дальнюю стеночку, но при этом смотрите, что эта стеночка в изнаночной петле, что в лицевой петле, она все равно дальняя, просто она вот так вот поворачивается. Это для того, я заостряю внимание, чтобы у вас красивая была связанная нижняя часть, наш подол юпочки, вот, и будем продолжать вот так вот вязать платочной вязкой наш подол, а затем уже перейдем просто на лицевую гладь. После 10-го ряда лицевыми петельками я буду продолжать просто повторять каждый раз свой 10-й ряд лицевыми петельками до тех пор, пока не довяжу полностью всю высоту нашей юпочки. Я думаю, что здесь вам должно быть все понятно, поэтому вот так вот продолжаем. Я вам показала, как красиво замкнуть круг. Если вы сейчас посмотрите, то у вас должно быть без каких-либо порогов и перепадов, вот оно, начало, конец ряда. Если вы свяжете немножечко больше, чем у вас сейчас связано, то вы уже этого момента не будете и видеть. Там у вас немножечко при вязании платочной вязкой будет как бы такое небольшое смещение, но его по ходу, скажем так, носки потом его не будет заметно. Провязав платочную вязку подола, у нас получился вот такой небольшой порожек. Его при носке не будет заметно, он у нас будет с левой стороны платиться. Затем перешли на лицевую гладь и связали высоту юбочки. От начала вязания до конца вязания юбочки у меня получилась высота 29 см. По желанию вы можете связать длиннее. Но я не рекомендую делать вам слишком длинную юбочку, так как это на, скажем, маленького ребенка, то не должно обтяживать движение его, то есть ничего цепляться. Вот, поэтому я делаю не слишком длинную. Определившись с высотой юбочки, мы переходим на убавление с юбки на кокетку. Поэтому как раз таки нам и понадобится вот это число 3. Для удобства я перенесла булавочку начало-конец ряда, вот сюда чуть-чуть повыше. И теперь вот она наша первая петля ряда. Я начинаю делать убавление. Убавление я буду делать за вот эти ближайшие стеночки, чередуя то убавление, то одна лицевая петля. Завожу за вторую петельку и вяжу две вместе одной лицевой петлей. Далее одна лицевая. Затем снова убавление, лицевая петля, убавление, лицевая петля. Вот они как раз таки рапорт наших трех петелек, которая, скажем, делится, мое общее количество петель по кругу. Снова сделали лицевую, делаем убавление. Две вместе провязываем, одной лицевой. Одна лицевая, убавление. Вот так я буду чередовать до конца этого ряда. Если же вы взяли изначально число, скажем так, которое не делится на три, то, возможно, вам придется сделать одно лишнее убавление, либо не доделать одно убавление, для того, чтобы общее количество петелек после провязывания этого ряда с убавлениями делилось четко на две части. Мы будем делить наше вязание на спинку и на перед. После того, как связали ряд с убавлениями, предлагаю вам связать еще один ряд просто лицевыми петельками для того, чтобы выровнять наше вязание убавлений. То есть, красиво перейти на кокеточку. Затем, после этого ряда, нам нужно поделить вязание на две равные части. Так как у меня было 240 петелек, я убавила 80, получилось 160. То есть, 160 пополам, это еще два раза, то есть, на спинку перед две части, по 80 петелек. Отложив вязание, берем листик-ручку и начинаем распределять наши петельки. В зависимости от вот этих вот петелек, нам нужно распределить петли спинки и переда. Возможно, у вас здесь другие числа. В зависимости от того, насколько тонкая либо толстая пряжа у вас. И толщина, конечно же, спиц, плотность ваше вязание различная. Поэтому, возможно, у вас чуть-чуть другое число. Мы сейчас распределим петли на спинку и перед. Так как перед у нас делится на две части, а делит их планочка, то, конечно же, мы сразу же петли переда делим на две равные части и петли нашей планки оставляем по центру. Для того, чтобы связать петли для пуговиц в один ряд, достаточно брать всего 5 петелечек и кромочную. Если вы хотите в два ряда, то, соответственно, здесь берете 8-10 петелек, в зависимости от того, насколько вы хотите широкую планку по центру. Я хочу петли делать в один ряд. То есть, соответственно, пуговицы у меня будут в один ряд. Поэтому я возьму 5 петель для нашей планки и кромочную одну петлю. То есть, это я сделала для того, чтобы от наших 80 петелек сразу же убрать 6 петель планки. Далее, убрав 6 петель, с 80 остается 74 петли, которые мы делим ровно пополам. То есть, у меня получается по 37 петель на правую полочку и 37 петель на левую полочку. И никак иначе. Почему мы не делаем две стороны планки? Потому что планочка у нас накладывается друг на дружку. То есть, у нас главная есть сторона и внутренняя. Вот внутренняя сторона. Это будут набираться просто наши воздушные петельки. То есть, здесь мы делаем только одну сторону планки из общего количества петель. Далее, оставшиеся петельки мы распределяем на кромочные петли. То есть, обязательно от 37 мы убираем одну кромочную. Далее, мы берем на платочную вязку, которой будем отделять нашу, скажем, часть проймы, обрабатывать платочной вязкой. То есть, вот она у нас платочная вязка будет. Дальше плечевой скос, горловинка. И с другой стороны точно так же. Вот эта вот наша обработка проймы будет платочной вязкой. Чтобы не делать ее слишком широкую, я возьму 5 петель. Соответственно, кромочная петля пойдет в эту же обвязку. И получится чуть-чуть шире, чем 5 просто петель. С другой стороны, мы все будем делать точно так же. То есть, 5 петель на платочную вязку. Далее, нам нужно сделать подрезы. Для того, чтобы не делать убавления, а плавно, красиво перейти и не трогать вот эту вот часть обвязки на пройме, я сделаю подрезы. Подрезы у меня, в принципе, будут не широкие. То есть, мы будем делать убавления петель на подрезах. И из этих количества петелек у нас должна будет остаться всего одна петля. К примеру, это может быть 5 петель, либо в среднем это на детскую кофточку достаточно будет где-то 5-7 петель. Ну, допустим, возьмем 7. Чтобы не было мало, много с одной и с другой стороны. То есть, из 7 петель у нас после убавления останется всего одна петля, которая будет тянуться до самого конца вязания. В среднем, еще раз повторюсь, на кофточку, либо на сарафанчик, то есть на детский подрез, здесь вот проймы, достаточно будет 7 петель. Не более того, это где-то в среднем до 8-10 лет, думаю, будет достаточно. Если у вас меньше, соответственно, можете взять 5 петель. Если меньше, размер нужен, скажем, вязание сарафанчиком. Точно так же и с другой стороны взяли на подрез 7. То есть, здесь у нас платочная вязка, здесь подрез. Далее нам нужно распределить петельки для того, чтобы сделать красивые платочной вязкой столбики и сделать красивые косички, либо жгутики по центру. Я всегда делаю после подреза узор, распределяю, скажем так, от этого места, то есть, как бы от нашей проймы. Не от центра, а от проймы, для того, чтобы мне потом было удобно при закрытии горловинки здесь не нарушать рисуночек. Вот я возьму, к примеру, жгутик или косу из, к примеру, 8 петель. То есть, из 37 нам нужно отнять 1 кромочную петлю. Вот так вот я отмечу, что это кромочная. 5 петель платочной вязки, 7 петель подреза и 8 петель нашей косы. Далее, наша коса должна отделяться красивыми изнаночными петельками, чтобы ее было видно. Поэтому я возьму с каждой стороны по 2 изнаночные петли отделить нашу косу. То есть, от 37 еще убираем 4 петли. И у нас остается всего, получается, 12 петелек. То есть, 37 минус 6, 7, 8, 2 раза по 2. У меня остается 12 петель. Поэтому я сделаю 2 небольших, не широких столбика из платочной вязки, которые также будут отделяться изнаночными петельками. То есть, 2 столбика получается по 5 петель. Я забрала 10 петель из 12 и 2 изнаночные петли, которыми отделила эти столбики платочной вязки. С другой стороны все делается аналогично. Я точно так же делаю 2 столбика по 5 петель платочной вязки. Отделяю изнаночными петлями с одной и с другой стороны. И здесь делаю второй жгутик или косу. И отделяю двумя изнаночными петлями с каждой стороны. То есть, я отмечу, что это коса с одной стороны и с другой стороны. И это платочная вязка столбики. Я где-то в интернете видела, очень мне понравилось, платочные вязки столбики. И все. Вот так вот я оставляю перед. Возможно, у вас здесь другие цифры. Самое главное, чтобы вы отметили, сколько вам нужно петель для обвязывания проймы вот этого нашего рукавчика. Далее нам нужно где-то 5-7 петель для подреза. Возможно, если у вас ниточка шире, вам достаточно будет и 5 петель. Далее берем сразу же петли для косы либо жгутика. Для того, чтобы потом при закрытии горловины ничего не пришлось здесь высчитывать, мы просто сразу же пустим косу от подреза сразу же, здесь вот ближе к пройме. И далее у нас остаются петельки, которые мы, скажем так, минусуем. И у меня осталось 12 петель, и я распределила на вот такие вот 2 столбика платочной вязки. Можно было бы пустить, допустим, косу по центру, а с двух сторон по 5 петель платочной вязки. Но можно, в принципе, и так. С другой стороны, я все сделала в зеркальном отображении. Если вы прибавите все вот эти петельки, то у вас должно выйти ваше изначальное количество петель. Обязательно. Здесь у нас планка. Соответственно, здесь, кроме кромочной петли, еще есть 5 петель платочной вязки, на которых мы будем вывязывать петельки для пуговичек, а на вторую уже будем просто вязать и пришивать пуговички. И теперь нам осталось поделить вот эти 80 петелек на петли для спинки. На спинке у нас планки не будет. Соответственно, я предлагаю вам сделать вместо двух вот таких косичек по бокам, можно сделать одну, но пошире, по центру. То есть, точно так же, как и планка с передней стороны, мы отделяем центр и пишем, что это будет у нас центральная коса. Можно было бы взять, сделать, к примеру, две косы по 8 петель, близко расположенные друг к другу. При этом у вас получится вместо двух маленьких косичек жгутиков, получится целая коса. Но из 16 петелек это слишком широкая коса, которая уберет вам ширину спинки. Нам этого не нужно, поэтому я возьму, ну, к примеру, 12 петель. Не 16, 12, то есть на 4 петли меньше. Из 12 петелек, почему я взяла именно 12? Потому что 12 хорошо делится на две стороны, то есть наша коса будет состоять из двух жгутиков, которые не будут разделять изнаночные петли. И мы будем делать перекрещивание 3 петли через 3. С одной стороны, то есть 6 петель, и с другой стороны, которые мы будем перекрещивать. Я вам покажу, как мы будем здесь делать жгутики из 8 петель. Точно так же мы будем делать 2 жгутика из 6 петель, друг к другу поворачивая. Из этого у нас получится, что 12 петелек это будет центральная широкая косичка на спинке. Если вам будет непонятно, как сделать вот эту широкую косичку, можете точно так же перенести петли переда на спинку, только без планки. Теперь далее, как и здесь с нижней стороны мы писали на передней стороне, мы отделяем косу двумя изнаночными с обеих сторон. Точно так же и эту косичку из 12 петелек мы отделим двумя изнаночными с одной и с другой стороны. Затем мы точно так же берем по одной кромочной петли по краям и по 5 петель платочной вязки обвязывания нашей праймы. То есть это платочная вязка с одной и с другой стороны. Все точно так же, как и с передней стороны мы переносим. 7 петель для подреза. Мы будем убавлять подрез и на спинке, для того, чтобы было углубление в прайме под ручкой. Вот, подрез пишу. И далее у нас, смотрите, в принципе, остаются петельки, которые мы убираем 80 петель изначальных. С них мы берем кромочные 2, убираем. По 5 петель обвязывания наших рукавчиков. То есть по 5 петель. Это уже мы забрали 12 петель. Далее 2 раза по 7 петель мы забрали на подрезы. Это минус еще к этим 12 и 14 петель. Далее нам нужно еще убрать вот эти вот 12 петель и 2 раза по 2 петли из 80. И когда вы все отнимете, у вас получится остается 38 петелек. Эти 38 петель нам нужно распределить на платочную вязку. Такие же столбики, как мы сделали с передней стороны. Здесь мы брали по 5 петель. На спинке у нас получится точно так же. По 5 петель несколько столбиков. То есть мы сразу же начинаем отделять 5. Забираем из 38. Снова забираем из 38 5. Здесь 5 забираем из 38. И здесь 5 забираем из 38. Это получается 38 минус 20. 18 петель. Нам нужно еще забрать по 1 изнаночной, отделить эти платочной вязкой столбики. 1, 1 это изнаночная. То есть получается 38 минус 20 это 18. И минус 4 это 14 петель. Еще нам нужно забрать 14 петель. Ну, к примеру, мы петли подреза снова отделим 1 изнаночной. С одной стороны и с другой стороны. То есть из 14 мы забрали еще 2 петли. Это получается у меня 12 петель. И 12 я делю на 2 столбика. И поэтому у меня получается 3 столбик. В отличие от переда. Это 6 петель 3 столбик платочной вязки. У вас возможно свое число. Самое главное отделите кромочные петли. Затем петли платочной вязки, обвязывание рукавчика. 7 петель для подреза. И, конечно же, центральную косу, которая отделяет с двух сторон изнаночные петли. Если у вас петель немного, так как у меня, к примеру, не 80, а 60, то вам можно будет здесь взять всего лишь по одной изнаночной петле, к примеру. Либо же вместо 12 петель косы возьмите точно так же, как и здесь мы брали с вами 8 петель. Этого также будет достаточно, если у вас здесь меньшее количество петель. То есть я сейчас отмечаю, что это все по 5 петель. Это столбики из платочной вязки. С одной стороны и с другой стороны. То есть аналогично нашей передней стороне у нас будут столбики из платочной вязки из 5 лицевых. И только лишь третий столбик платочной вязки, который ближе к подрезам будет располагаться, будет состоять из 6 лицевых петелек. Слишком широкие столбики из платочной вязки делать не нужно. И точно так же можно изнаночные петли вот здесь вот отделительные вязать лицевыми. Но кроме тех, которые отделяют коса, так как коса у нас будет вязаться лицевой гладью из передней стороны, вот это из 8 петелек, и со стороны спинки. Начнем мы вязание наше с передней стороны, с первой полочки. Меняю спицы на размер поменьше и начинаю вязать с начала ряда. Вот она моя булавочка. И начинаем мы вязать левую часть полочки. Поэтому начинаем вот как раз таки с этого начала. У нас будет вывязываться первая часть, это 37 петелек. Поэтому для начала нам нужно связать спицами меньшего размера 37 лицевых. Я начинаю вязать сначала и отсчитываю 37 петель. Просто лицевыми петлями, без какого-либо изменения. Не довязав до конца наши петельки, я всего лишь провязала 37 петель. Привытаскиваю вот эту спицу, которая большего размера, на которой остальные петельки. А к нашим 37 нам нужно добавить нижнюю часть планки. Соответственно, это у нас 5 петель платочной вязки и кромочная петля 6 петель. Для этого я завожу большой палец под рабочую ниточку и вот так вот закручиваю, делая петельку. Смотрите, еще раз. Теперь захватываю дальнюю стеночку и у меня образовывается петелька воздушная на правой рабочей спице. Одна петля. Повторяю. Вторая петля. Третья петля. Четвертая. Пятая. И шестая. То есть у нас сейчас набраны 37 петелечек и воздушные петли для платочной вязки. Не довязывая ничего до конца, мы поворачиваем наше вязание, находим вторую спицу нашего вязания меньшего размера и с изнаночной стороны мы сейчас будем распределять петельки для нашего узора. В первом ряду кромочную петлю я провяжу лицевой петлей. Во всех последующих рядах первую петлю ряда я всегда буду снимать непровязанной. Сейчас петельки у вас будут привытаскиваться, ничего страшного. Далее довязываем 5 петель лицевых также платочной вязки для нашей планочки. 1, 2, 3, 4 и 5. Сейчас пока будет несколько первых рядов здесь сложно, будут петельки вытаскиваться. Дальше мы распределяем петельки на платочную вязку, платочную вязку, косу, подрез, платочную вязку. Отделяем изнаночными петлями. Сделав набор воздушных петелек, далее вяжем 1 изнаночную петлю, соответственно, с изнаночной стороны это лицевая петля. Далее 5 петель лицевых платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5. Далее снова 1 петля отделяем лицевая. Снова 5 лицевых это второй столбик платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 изнаночные, соответственно, с изнаночной стороны это 2 лицевые. Затем 8 петель косы, как я вам уже говорила, это лицевая гладь, поэтому с изнаночной стороны это 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. С другой стороны также идут 2 изнаночные, поэтому вяжем 2 лицевые петли. Далее 7 петель для подреза это лицевая гладь, поэтому с изнаночной стороны это 7 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Остается у нас 5 петель платочной вязки, это 5 лицевых, и кромочная петля изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, и кромочная петля изнаночная. И во всех последующих рядах кромочную петлю последнего ряда я буду вязать изнаночной петлей. Довязав до конца наши петельки, только лишь одной стороны нашей полочки, мы поворачиваем на лицевую сторону. Обратите внимание, что вот эти петельки у меня остались на спицах большего размера. Далее, развернув ряд, мы теперь начинаем вязать уже по распределенным петелькам узора лицевой ряд. Кромочную снимаем, далее 5 петель платочной вязки, не планки, а обработка наших проймочек, то есть 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее смотрим, у нас идут 7 петель подреза. Подрез, начиная с этого лицевого ряда, в каждом лицевом ряду я буду делать сокращение первых двух петель. Каким образом я это делаю? Первые, вот они, две лицевые, к нам повернуты вот этими стеночками. Если вы посмотрите, у нас вот таким вот образом повернуты с наклоном в правую сторону смотрят. Нам нужно повернуть, чтобы они смотрели в левую сторону. Снимаем непровязанные две первые петельки и возвращаем дальними стеночками вперед, обратно на левую спицу. И вяжем вместе, заводя вот так за вторую петельку, вместе одной лицевой две петли. Тем самым сделали одно убавление. И у нас остается 5 петелек. 5 петелек мы довязываем просто лицевыми. И вместо 7 петель лицевых подреза у нас уже здесь будет 6. Далее у нас после петель подреза идет 2 изнаночные петли и коса. 2 изнаночные петли провязываем и коса это 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И с другой стороны от нее 2 изнаночные. Далее у нас идет 5 петель платочной вязки, 1 изнаночная, 5 петель платочной вязки, 1 изнаночная. Вот вяжем 5 петель платочной вязки, это 5 лицевых. 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная. И до конца ряда у нас остается 5 петель платочной вязки. Это наша планка нижняя и кромочная петля изнаночная. Изнаночный ряд мы будем всегда запомнить и вязать по рисунку. Уже сформированные петельки, поэтому там где платочная вязка вяжем лицевые. Там где лицевая гладь вяжем изнаночные петельки. По 2 промежуточные, вот здесь вот изнаночные, это с лицевой стороны лицевые, так и вяжем лицевые. Там где 1 промежуточная и изнаночная между столбиками платочной вязки, там вяжем 1 лицевую. И здесь 1 лицевую. То есть все как мы с вами сделали по схемке. Возможно у вас своя схемка. И я продолжаю вязать спицами меньшего размера. Кромочную снимаю, далее 5 петель платочной вязки планка, 3, 4, 5, 1 лицевая. 5 петель платочной вязки, 1, 2, 3, 4, 5, 1 лицевая. Далее у нас идут снова 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5. Затем 2 лицевые, это промежуточные перед нашей косой, 8 изнаночных петель с изнаночной стороны, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 лицевые с другой стороны. И далее у нас остается уже с сокращением 6 петель для подреза, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обратите внимание, я вяжу изнаночными петлями. Затем 5 петель нашей проймы, 3, 4, 5 и кромочная петля изнаночная. И поворачиваем на лицевую сторону. Развернув на лицевой ряд, это у нас пятый ряд от начала вязания кокетки. Кромочную снимаем, далее у нас 5 петель идут нашей проймы, 3, 4, 5. Далее у нас 6 петель для подреза, мы снова разворачиваем 2 первые петельки дальними стеночками вперед и делаем убавления. Довязываем до конца лицевых петель 4 лицевые. У нас уже на подрезах вместо 6 петель уже остается 5 петель. И вот такие аккуратные убавления лишь с одной стороны. Далее у нас идут 2 изнаночные. И в пятом ряду мы с вами сделаем сейчас первое перекрещивание жгута. Для этого нам понадобится либо спица для кос, вот такая вот с изгибом, либо же обычная чулочная спица любого размера. Но желательно берите, либо если у вас нет троечки, то соответственно меньшего размера, чем большего, для того, чтобы не растянулись ваши петельки. Возможно, хотите, можете вообще без вот этих дополнительных спиц сделать. Я просто сейчас вам ими покажу систему, как нам нужно будет перекрещивание сделать. А затем вы можете просто менять рабочими спицами и все. Мы просто берем 4 первые петельки из 8, переодеваем на дополнительную спицу. Либо оставляем просто перед работой. Далее следующие 4 петли провязываем на правую спицу. 1, 2, 3, 4. Провязываю я за дальнюю стеночку. Далее возвращаясь к дополнительной спице, оставленные 4 петли перед работой. И вот так вот подтягивая их к началу работы, также провязываю 4 лицевые. То есть я как бы фактически поменяла их местами, оставив перед работой первые 4 петли. Затем провязала следующие 4 петли. И у меня получилось 8 петель провязано с наклоном в левую сторону. Далее у нас с другой стороны косы также идут 2 изнаночные. Их провязываем. И до конца этого ряда у нас идет платочная вязка с чередованием с изнаночными петлями. С изнаночной стороны все петельки вяжем по рисунку. Продолжаем вязать чередование платочной вязки и уже лицевые петельки. Далее вяжем 2 лицевые петли перед косой. Петли косы это 8 изнаночных петель. То есть все как обычно. Провязав петли косы с изнаночной стороны изнаночными петельками, мы получается провязали первый ряд после перекрещивания. Перекрещивание мы будем делать в каждом шестом ряду. То есть сейчас мы провязали с вами перекрещивание в пятом ряду. Далее 6, 7, 8, 9 и 10 ряд. 5 рядочков мы вяжем по рисунку без изменения. С лицевой стороны это лицевые петли, с изнаночной стороны это изнаночные петли. Я с вами заговорилась, поэтому провязываю уже изнаночные петли. Здесь у меня в конце платочная вязка и кромочная петля изнаночная. Вот мы с вами провязали первый изнаночный ряд. И у нас получилось вот такое перекрещивание с уже провязанным первым рядом после перекрещивания. Еще раз повторюсь, мы с вами провязали сейчас в пятом ряду перекрещивание, далее шестой ряд провязали, в седьмой ряд, восьмой, девятый и десятый. В одиннадцатом ряду будем делать снова перекрещивание с наклоном опять же таки в левую сторону. Поэтому продолжаем дальше вязать еще 4 ряда просто по рисунку. Здесь в начале, где подрезы, мы всегда будем сокращать две первые лицевые петельки, поворачивая до тех пор, пока здесь не останется всего одна петля. Вот эта последняя, которая будет тянуться до конца, пока мы не будем делать наши плечевые скосы. Связав 10 рядочков в одиннадцатом ряду мы точно так же делаем убавление для нашего подреза. Остается всего 2 петельки вместо с убавлением. Далее вяжем 2 изнаночные петли и переходим к петлям-жгутикам. Я вам сказала, что мы будем делать перекрещивание в десятом ряду, но сейчас я вот так вот соединив, увидела, что слишком грубо получается, слишком мелкое перекрещивание и оно как бы такое сжатое. Я предлагаю вам сейчас в десятом ряду связать по рисунку и в одиннадцатом, и в двенадцатом мы с вами сделаем перекрещивание. То есть мы, как всегда, провяжем просто лицевыми петельками и сделаем перекрещивание в восьмом ряду. То есть будем делать перекрещивание маленького жгутика вот этого нашего центральной косы не через 6 рядочков, то есть не в каждом шестом ряду, как я хотела изначально, а в каждом восьмом ряду. Будет более такая вот расправленная, красивая косичка. Вот. Точно так же до конца ряда я довязываю по рисунку и изнаночный ряд также я свяжу по рисунку. И встретимся с вами уже в двенадцатом ряду. И вот мы, дойдя до двенадцатого ряда, видим, что у нас заканчиваются петли для подреза. Мы делаем последнее сокращение, поворачиваем две петельки и сокращаем до одной. Все. Эта одна петля у нас будет тянуться до конца вязания полочек. Больше мы не будем делать никакие здесь сокращения. Далее делаем две изнаночные петли. И вот сейчас мы будем как раз-таки делать перекрещивание с наклоном влево. Я вам хочу показать второй вариант, который я вам предлагала. Это перекрещивать чулочные спицы. Здесь все делается точно так же. Первые четыре петельки мы снимаем на дополнительную спицу. То есть первую часть получается, если поделите пополам. Далее вторую часть мы вяжем лицевыми петельками за дальние стеночки. То есть четыре лицевые. Один, два, три и четыре. Из дополнительной спицы мы точно так же, подтянув петельки к краю спицы, провяжем четыре лицевые на рабочую правую спицу. Точно так же за дальнюю стеночку. И мы получили перекрещивание снова в левую сторону. Ну и как вы видите, нам не нужно было делать в каждом шестом ряду, а вот в каждом восьмом оно идеально ложится. Это перекрещивание ровненько, гладенько и красиво. То есть не скомканное, а вот расправленное. Поэтому я все-таки буду продолжать делать в каждом восьмом ряду. Сейчас мы с вами сделали перекрещивание в двенадцатом ряду. Затем тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый ряд я буду вязать по рисунку. А затем в двадцатом ряду снова сделаю вот такое перекрещивание. Оставив первые четыре петли перед работой. Провязав следующие четыре петли на рабочую спицу. Затем подтянула оставленные также лицевыми петлями на рабочую спицу. Все остальное мы вяжем просто по рисунку. Сейчас продолжаем вязать подрез в одну петлю и точно так же продолжаем вязать платочной вязкой нашу планочку, столбики. Благодаря тому, что мы сделали столбики такой же ширины, как планочка, получаются вот эти три части абсолютно одинаковые. 5 лицевых, изнаночная, 5 лицевых, изнаночная, 5 лицевых, изнаночная. Здесь вы не запутаетесь. Точно так же здесь идут 5 лицевых, изнаночная или кромочная. Вот у нас благодаря 2 изнаночным отделенным хорошо виден наш центральный жгутик или косичка. И очень хорошо все получается. Итак, нам нужно продолжать делать в каждом восьмом ряду перекрещивания и продолжать вязать по рисунку платочную вязку. Сделали 6 перекрещиваний и после последнего перекрещивания я провязала 3 ряда. 2 изнаночных и 1 лицевой. И у меня сейчас от начала вязания нашей полочки 10 см. То есть еще порядка 3 см мне понадобится для того, чтобы сделать закрытие петель для вывязывания горловины и плечевого скоса. Сейчас я буду делать убавление для горловины. Поэтому, начиная вязать с лицевой стороны, в конце каждого лицевого ряда я буду делать убавление. С другой стороны полочки я также буду делать в лицевом ряду убавление только в начале ряда. Если вам удобно делать в начале изнаночного ряда, то делайте в изнаночном ряду убавление. Итак, сейчас мы снимаем кромочную. Далее провязываем по рисунку все петельки. То есть над платочной вязкой мы вяжем лицевые петельки, над лицевой полосочкой мы вяжем лицевую петельку. Далее 2 изнаночные. Над петлями нашей косички или жгутика вяжем лицевые петельки. То есть здесь все без изменения. В общем, вяжем пока у нас на конце этого ряда не останется 7 петель. То есть сейчас полностью все петельки провязываем, как и прежде по рисунку, до последних 7 петель. Не довязав до конца 7 петелек, переносим на правую спицу эти непровязанные петельки. Оставляем только 2 на левой спице. Затем вот эту последнюю петельку крайнюю перекидываем на предпоследнюю и полностью спускаем ее на эту предпоследнюю петельку. Таким образом мы начинаем закрывать петли. Переносим снова еще одну петлю с правой спицы на левую и перекидываем на нее предыдущую петлю. Это второе закрытие. Далее третья петля закрыли. Четвертая. Пятая. И шестая. Закрыли мы 6 петелек. И посмотрите, что у нас получается. Мы перекинули полностью все петли на изнаночную петлю. Хотите для, скажем так, своей, скажем, для удобства можете сделать еще закрытие на одну петельку. Вот таким вот образом. То есть, седьмую петлю набрасываем на провязанную. Мы вот так вот закрыли и сделали первое убавление. Я, пожалуй, закрою 7 петелек. Хотела изначально 6, но 7 и буду вот как раз таки на красивом уровне находиться. Теперь поворачиваем на наш изнаночный ряд и провяжем все петельки по рисунку. То есть, как ложатся петли. Кромочную снимаем. Далее у нас идут петли платочной вязки. Над лицевыми вяжем лицевые. Над изнаночными вяжем изнаночные. Там, где платочная вязка, просто вяжем лицевыми петельками. Вот так вот продолжаем вязать до конца этого ряда. Затем, развернув на лицевой ряд, провяжите все петельки до тех пор, пока у вас на этой левой уже с той стороны спицы не останется последние 4 петли. В конце ряда осталось непровязанные 4 петли. И мы точно так же переносим на правую спицу непровязанные петельки 2 и оставляем 2. Затем, предыдущую одеваем последнюю на предпоследнюю, переносим вторую петельку, закрываем последнюю на предпоследнюю, переодеваем. И вот так вот третью петельку закрываем, перекидывая на предпоследнюю. Затем, провязанную петлю переносим на левую спицу и на нее одеваем непровязанную четвертую петлю. То есть таким вот образом мы с вами закрыли сначала 7 петель, теперь 4. Поворачиваем на изнаночный ряд и вяжем все петельки по рисунку. Первую я снимаю не провязанной и дальше все петельки по рисунку. Кромочную первую петлю снимаем, теперь уже она кромочная. Далее вяжем над платочной вязкой лицевые петли, над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными. И вяжем по рисунку до конца этого ряда, затем повернув на лицевой ряд, в лицевом ряду нам нужно оставить на левой спице 3 петельки. Точно так же, как мы с вами оставляли изначально 7 петель, затем 4 петли и сейчас нам нужно оставить 3 петли не провязанные. Но с лицевой стороны нам еще нужно также сделать ряд с перекрещиванием, поэтому берем либо дополнительную спицу, либо просто переоденьте со спицы 3-4 петли вот так вот перед работой оставляем. Далее следующие 4 петли провязываем лицевой и с дополнительной спицы провязываем оставленные 4 петли. 1, 2, 3 и 4. Все, сделали перекрещивание с наклоном влево и теперь довязываем до тех пор, пока не останется наши 3 петли. Это у меня 2 изнаночные и 3, 4 лицевые. Вот так вот у нас осталось 3 петельки на левой спице. Переодеваем одну на правую спицу непровязанной, затем перекидываем 1 раз, 2 раз и третью петлю мы перекидываем на уже провязанную последнюю петельку рядом. Вот так. Закрыли мы еще 3 петли, теперь поворачиваем на изнаночную сторону, вяжем по рисунку и снова поворачивая на лицевую сторону, оставляем еще раз точно так же 3 петельки. Осталось 3 петельки, снова одну переносим на правую спицу непровязанной, перекидываем 1 раз, делаем сокращение, возвращаем на спицу вторую петельку и делаем второй раз сокращение. Третье сокращение петельки мы делаем уже на провязанную последнюю петлю. И еще раз закрыли, мы получается 3 петли, то есть 7, 4, 3, 3 и сейчас точно так же провязываем изнаночный ряд и затем в лицевом ряду мы будем оставлять еще 2 петли, но в следующем лицевом ряду мы также сделаем сокращение на нашем жгутике. Связали изнаночный ряд и мы сейчас находимся в лицевом ряду. Здесь мы закроем 2 последние петельки, но прежде делаем сокращение. Итак, провязываем нашу платочную вязку в районе проймы, далее 1 лицевая, 2 изнаночные и у нас идет далее 8 лицевых петель, это петли нашего жгута. Мы сейчас попарно провяжем наши лицевые петельки, то есть захватываем за дальние стеночки 2 лицевые и вяжем вместе 1 лицевой. То есть у нас уже вместо 2 одна петля. Еще раз повторяем, за дальние стеночки вяжем второе сокращение 2 вместе 1 лицевой, далее третье сокращение 2 вместе 1 лицевой и последнее четвертое сокращение 2 вместе лицевой. И у нас уже вместо 8 петель осталось всего 4 лицевые. Далее мы вяжем 1 изнаночную и перекидываем недовязанные 2 петельки 1 на вторую. То есть мы сделали одно сокращение и затем вот эту провязанную возвращаем и делаем на нее накид второе сокращение. И посмотрите, у нас получается осталось всего 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Благодаря вот этим сокращениям на жгутики, посмотрите, у нас жгут получается такой вот аккуратный, как шел по ширине, такой и сейчас он и есть. Если мы оставим те петельки 8, которые были изначально на жгутике, то при закрытии петель получится очень такое вот сильное расширение веерочком. Оно нам не нужно. И мы сейчас, смотрите, убавили с вами петельки для горловины. Получилось красивое такое вот закругленное, скажем, образование в горловинке. И остались 14 открытых петель для плечевого шва. Мы будем делать плечевой шовчик на 14 петельках. С одной стороны, с другой стороны и точно так же на спинке мы будем делать по 14 петелек. Сейчас мы сделаем вторую сторону с вами. И вы измерите, если вам достаточно этого, то оставляете так. Если недостаточно, то хотите, можете сделать, допустим, еще один раз, а то и два раза сокращение пару петелек. Либо же просто провязать где-то ряд лицевой, ряд изнаночный, то есть туда-обратно еще два ряда сделать, для того, чтобы увеличить обхват шеи. То есть вот эту вот горловинку, чтобы не тянуло ребеночку. Ну, в принципе, мне кажется, что этого достаточно. Плюс здесь будут пуговички немножечко ниже на уровень, чем здесь вот начинается, где обработка горловинки. То есть здесь, мне кажется, что будет достаточно. И, соответственно, высота проймы, это должна быть одинаковая как на передних полочках, так и на спинке. У меня здесь получилось 28 вот таких изнаночных рядочков, так и на спинке я буду оставлять 28 изнаночных рядочков. А пока не закрывая петельки, я просто их переношу на дополнительную булавочку и оставляю где-то порядка 35-40 сантиметров. Просто ниточку отрезаю. Эта ниточка нам понадобится для того, чтобы потом сшить боковые вот эти вот плечевые наши швы. И переносим снова на спицы меньшего размера петельки для нашей левой полочки. То есть, если по одежде она правая, соответственно, она будет идти с петельками для пуговичек. Здесь планочку мы набирать не будем, она у нас уже есть. Мы просто берем ниточку, которая только что отрезана была от первой нашей полочки. Оставляем небольшой хвостик сантиметров где-то 20 для того, чтобы красиво потом пришить вот эту нижнюю часть. То есть, ту планочку, где будут пришиваться пуговички. И присоединяем ниточку обычным самым способом. То есть, я это буду просто прикладывать. Но перед тем, как начинать, буду вязать первый ряд. Как вы помните, у нас первый ряд просто лицевые петельки будут. Я беру, нахожу первую петельку с этой стороны, которая у нас была последняя перед воздушными петельками. Вот она у нас. И эту петлю я хочу набросить на левую спицу. Чтобы не добавились петельки, вот эту петлю я провяжу вместе с первой петлей одной лицевой. Но для удобства я сейчас поверну вот эту первую петельку лицевую нашу дальней стеночкой вот так вот назад. И переодев вот так вот две петельки, я вместе провяжу за дальнюю стеночку одной лицевой. То есть, вот таким вот образом. Для чего я это сделала? Для того, чтобы вот здесь у нас не было никаких дырок. То есть, сейчас мы просто провяжем лицевые петельки, все начиная с вот этой первой петли. Провязали первую петлю, далее вторую. Можете не поворачивая, то есть, вот так вот как она была передней стеночкой. Вот так. И эту точно так же повернуть передней стеночкой. Но главное, оставьте вот такой небольшой хвостик для пришивания. И теперь можете вот так вот за ближайшие стеночки вместе провязать одной лицевой. Так даже, пожалуй, будет красиво. Затем вот эта петелька затянется. Если немножечко прирастянулась у вас, не пугайтесь. Теперь вяжем до конца все наши петельки для второй планки, как вы помните, до маркера. Вяжем лицевыми петлями, то есть, вторую сторону. А затем в изнаночном ряду мы будем по нашим уже петелькам, которые мы распределяли с вами, как и первый раз, будем с изнаночной стороны распределять вот эту вторую уже сторону. Последняя петля кромочная у меня будет изнаночная. И поворачиваем на изнаночную сторону. Кромочную снимаем и начинаем распределять петельки. 5 петель платочной вязки. Соответственно, это 5 лицевых петель. 3, 4, 5. Далее 7 петель подреза. Это 7 изнаночных петель, так как это лицевая гладь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее у нас идут 2 изнаночные петли, 8 лицевых, 2 изнаночные. Соответственно, с изнаночной стороны это наоборот. 2 лицевые, 8 изнаночных, снова 2 лицевые. Далее у нас идут 5 петель платочной вязки. Соответственно, это 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 1 лицевая, так как это 1 изнаночная с изнаночной стороны. Далее 5 лицевых платочной вязки и снова 1 лицевая. 1, 2, 3, 4, 5. И 1 лицевая. Далее у нас идут 5 петель платочной вязки планка и кромочная петля изнаночная. Соответственно, вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И кромочная петля у нас изнаночная. Поворачиваем на лицевой ряд и снова вяжем все по рисунку. То есть все, как мы вязали с вами первый раз, только у нас добавилась планочка для петелек наших. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это 5 петель планки и кромочная петля. Далее 1 изнаночная. 5 лицевых петель платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная. Снова 5 петель платочной вязки. Значит, это 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 изнаночные, 8 петель лицевых косы и 2 изнаночные. Так и вяжем. 2 изнаночные. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные. Далее у нас идут 7 петель подреза. Соответственно, это 7 лицевых. 5 петель платочной вязки. Это лицевые. И кромочная петля. То есть до конца ряда нам нужно довязать все петли лицевые и кромочная последняя петля изнаночная. С изнаночной стороны все петельки, как вы помните, у нас будут вязаться по рисунку. Ничего сложного. В четвертом лицевом ряду мы сделаем с вами первую петельку для пуговички и сделаем первое перекрещивание жгута. Кромочную снимаем. Далее вяжем 2 лицевые петли. Делаем 1 накид и вяжем следующие 2 петли вместе 1 лицевой. И довязываем 1 лицевую. То есть у нас, посмотрите, добавился накид, но при этом количество петелек не увеличилось. Как было кромочная 5 лицевых, так и будет кромочная и 5 лицевых. Вот этот накид сыграет роль такой вот небольшой петельки. Подойдет для пуговички диаметром до 12 мм. То есть порядка 10 русских, украинских копеек. То есть где-то порядка диаметром 1 см. Если вы хотите больше петельку сделать, то, соответственно, делайте закрытие 2-3 петелек. Затем в следующем ряду вы их восполните. Но вот это самый такой оптимальный вариант для небольшой петельки нашей пуговички. Запомните, кромочную снимаем, далее вяжем 2 лицевые, делаем накид. Вместе 1 лицевой вяжем 2 следующие петельки и довязываем 1 лицевую. Вот так я буду всегда делать петельки. В следующем ряду, как и всегда, платочную вязку мы будем вязать все петельки лицевые. И получится вот такая вот дырочка. Далее вяжем по рисунку наши петельки до тех пор, пока не дойдем до нашей косы. То есть 5 петель мы связали с вами планки. Далее нам нужно связать 5 петель платочной вязки. 3, 4, 5. Одна петля у нас идет изнаночная. Вот здесь она была изнаночная. Сейчас, секундочку, мы сделаем ее. Я ее пропустила в начале. После петель планки у нас идет 1 изнаночная. Затем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5, снова идет изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Возможно, у вас свое число. Я смотрю, что мы здесь с вами писали. Далее идут 2 изнаночные. И мы дошли до петель жгута. Как вы помните, первый жгут мы с вами перекрещивали с наклоном влево. Второй жгут я вам предлагаю делать в противоположную сторону, в зеркальном отображении с наклоном вправо. Соответственно, берем снова для удобства нашу дополнительную спицу. Хотите, можете взять спицу для коз. Далее заводим за работу спицу и снимаем первые 4 петли. 1, 2, 3, 4. И оставляем их за работой. Первые мы оставляли 4 петли в начале перед работой. Теперь всегда 4 первые петли мы будем оставлять за работой. Затем провязываем за дальние стеночки следующие 4 петли. 3, 4. И возвращаем с дополнительной спицы, провязывая лицевыми. Также за дальние стеночки наши оставленные петельки. И у нас получился, как вы видите, вот такой вот наклон в правую сторону. Так мы будем делать наклоны в каждом восьмом ряду, как и на первой нашей полочке. То есть сейчас мы довяжем этот ряд до конца по рисунку, как и расписывали мы в нашем начале. И далее мы отсчитываем 1 изнаночный ряд, 2 лицевой, 3 изнаночный, 4 лицевой, 5 изнаночный, 6 лицевой, 7 изнаночный. И восьмом лицевом мы сделаем такое же перекрещивание. Снова оставим 4 петли за работой. Далее следующие 4 петли провяжем и за работой возвратим лицевыми петельками на рабочую спицу. Здесь повторюсь, вот эти петельки мы будем делать вот таким вот образом, как я сейчас сделала. В следующем ряду провяжем просто 5 лицевых. Вот такую петельку я буду делать следующую через 10 провязанных изнаночных рядочков. То есть сейчас мы сделали через 2 вот такие вот, 2 рядочка. Далее мы провяжем 10 изнаночных рядочков и будем делать следующую петельку. А пока все без изменения. Петельки для подреза, как вы помните, мы продолжаем уменьшать. То есть мы в каждом лицевом ряду уменьшаем петельки для подреза. Кстати говоря, я в одном ряду, видите, пропустила, я забыла за этот момент. Вот сейчас нам нужно было сделать из одной петельки, из двух петелек одну. Вот, я сейчас это немножечко исправлю. Это делается очень легко. Можете взять для удобства этот крючочек. Но я сделаю вот таким вот образом. Я просто поддену, через 2 петельки пропущу вот эту ниточку. Хотите, можете при распустить, но я считаю, что здесь не нужно распускать ничего. Просто вытягиваем одну петлю и сквозь рабочую ниточку делаем вторую петлю. Это все делается очень просто. С помощью спиц. Подтянули вторую петельку и одели ее на левую спицу. И у нас остается уже одна петля. Мы вместе вот так вот со следующей провязываем. И у нас уже, как вы видите, 5 петелек. То есть мы, получается, вернулись на 2 ряда, провязали 2 вместе одной лицевой, что я не сделала. Чтобы сделать точно так же, как сделали мы на первой нашей полочке, я с вами заговорилась и не провязала. Если здесь при вытянулась петелька, ничего страшного, абсолютно все здесь будет отлично. Вот, при вытащила я 2 ниточки, то есть 2 ряда назад вернулась, провязала 2 вместе одной лицевой с наклоном в левую сторону. То есть я завела просто за дальние стеночки, провязала 2 вместе одной лицевой. Далее изнаночный ряд мы вяжем по рисунку, ничего не исправляя 6 петелек. И в этом ряду, в лицевом, мы снова убрали 1 петельку, поэтому у нас уже вместо 7 петель подреза осталось 5 петель. Вот, далее вяжем платочную вязку до конца ряда и кромочная петля изнаночная. А сейчас пока вяжем наши 7, получается, рядочков без изменения, просто по рисунку. В каждом лицевом ряду мы провязываем 2 последние петельки из лицевых петель вместе за дальнюю стеночку. До тех пор, пока, как и с этой стороны, не останется всего лишь одна петля, которая будет тянуться на протяжении всего вязания полочки. Петельку мы здесь пока не будем делать в этих 7 рядочках, поэтому продолжаем делать до следующего перекрещивания. Связали 7 рядочков после петельки и первого перекрещивания. В 8 ряду снова продолжаем вязать нашу платочную вязку столбики планки, далее 2 столбика по 5 петелек между ними изнаночные петли и дошли до 8 петель лицевых жгута. Берем, делаем перекрещивание, с помощью дополнительной спицы переснимаем 4 первые петли, оставляем их за работой. Далее следующие 4 петли мы провязываем лицевыми петельками и затем с дополнительной спицы возвращаем лицевыми петлями на рабочую правую спицу. И далее довязываем их также лицевыми и продолжаем вязать. То есть мы с вами сделали второе перекрещивание через, еще раз повторюсь, 8 рядочков. Через 7 рядочков в 8 ряду. И будем делать перекрещивание с наклоном вправо, точно так же, как делали мы здесь. Первое перекрещивание, затем второе, третье, четвертое, пятое, шестое и последнее седьмое перекрещивание. А дальше мы будем делать точно так же убавление для горловины и оставлять петельки для плечевого скоса. Все остальное вяжется точно так же. Мы делаем последнее в этом ряду убавление подреза. Остается одна лицевая из 7. И мы продолжаем просто дальше ее вязать одной лицевой петлей по лицевой стороне и одной изнаночной по изнаночной стороне. То есть вот она у нас будет точно так же, как и с этой стороны, одна лицевая. Если вам кажется, она лишняя, хотите, можете еще раз делать убавление со вот этой вот предыдущей изнаночной, либо со следующей. И она у вас вообще уберется, если вы ее убирали здесь с этой стороны. Но мне кажется, что она такая вот как отделительная полосочка. Вот, и она здесь не лишняя. Дальше продолжаем делать первый ряд после перекрещивания изнаночной, затем лицевой, изнаночной, лицевой, изнаночной. И в лицевом восьмом ряду снова делаете перекрещивание. Здесь мы провязали уже после петельки 1, 2, 3, 4 изнаночных ряда. Сейчас мы свяжем пятый изнаночный ряд. В 10 ряду мы с вами довяжем вот здесь вот 10 ряд. И в лицевом следующем, между 10 и 11 изнаночным рядом, мы будем точно так же снимать первую кромочную, далее 2 лицевые, делаем накид, 2 вместе, 1 лицевой и 1 лицевая. Делать петельки. Петельки у меня всего будет где-то порядка 3, я так распределила их. Делали мы первую петлю между 2 и 3 изнаночной вот здесь вот петелькой рядом, вторым и третьим изнаночным рядом, затем 10 отчитываете, будет вторая петелька и 10 отчитываете, будет третья петелька. И до конца у нас останется 2 изнаночных ряда. Вот здесь вот будет последняя наша петля для пуговички, то есть 3 штучки. Если у вас в 2 ряда, соответственно распределяете, делаете 2 раза петельки точно так же, провязываете кромочную, лицевую, чередуете, смотря сколько вы делали ширину. На равном расстоянии делаете петельки для пуговичек. Я думаю, что здесь вам все должно остаться понятно, здесь очень просто. Для тех, кто дружит с лицевыми и изнаночными петельками, проблем не должно составить. В общем, продолжаем вязать перекрещивания и петельки дальше. Точно так же, как и на первой полочке, я связала на второй полочке 6 перекрещиваний и после последнего 6 перекрещивания 3 ряда. 2 изнаночных, 1 лицевой. И вместилось у меня 3 петельки. Первую мы сделали с вами через 2 изнаночных ряда, вторую через 10 и третью петельку через также 10 рядочков изнаночных. Теперь я связала, как и в начале, 2 изнаночных ряда. И вот как раз таки все это получилось на уровне 3 ряда после 6 перекрещивания. Теперь в этом лицевом ряду мы будем делать закрытие петелек для горловины уже с другой стороны. То есть делать такой же красивый, плавный, закругленный вид нашего полотна. Итак, начинаем закрывать первые 7 петелек. Кромочную снимаем и далее следующую вяжем лицевой петлей и на нее перекидываем предыдущую. Это первое закрытие. Далее снова вяжем лицевую, перекидываем на нее предыдущую петлю. Это второе закрытие петли. Далее третье делаем точно так. Далее четвертое, пятое, шестое. Я вяжу изнаночную над изнаночной. И далее делаю седьмое уже лицевой. Все, перекинули. Сделали 7 петель закрытия. И дальше по узору вяжем до конца этого ряда. Над лицевыми петлями платочной вязки мы вяжем лицевые петли, над изнаночными изнаночные петельки. И точно так же нам по рисунку нужно будет провязать изнаночный ряд. То есть, дойдя до конца в этом ряду, мы изнаночный ряд точно так же все петельки провязываем по рисунку. С изнаночной стороны не довязываем всего последнюю петельку и поворачиваем вязание на лицевой ряд. Точно так же, как и с передней стороны нашей первой, мы закрываем еще 4 петли. То есть мы снимаем предпоследнюю провязанную петлю и одеваем на нее последнюю непровязанную петельку. Это первое закрытие. Далее вяжем еще одну лицевую, делаем второе закрытие. Еще одна лицевая, третье закрытие. И еще одна лицевая, четвертое закрытие петли. То есть мы закрыли сначала 7 петель, затем 4 петли. И нам нужно довязать этот ряд до конца и изнаночный ряд. То есть вяжем все по рисунку. С изнаночной стороны снова не довязали одну петельку и разворачиваем на лицевой ряд наше вязание. Далее нам нужно снять петельку первую. Вот она у нас, она уже переснятая. И далее переснять еще одну провязанную последнюю петлю, на нее перекинуть вот так вот непровязанную петлю. Это первое убавление. Далее вяжем лицевую, на нее перекидываем, делаем второе убавление. И лицевую вяжем, на нее перекидываем третье убавление. То есть мы убавили 7 петель, 4, 3. И далее это у нас 8 ряд после последнего перекрещивания. Поэтому в этом ряду мы снова будем делать перекрещивание на нашем жгутике. Поэтому сейчас вяжем петли платочной вязки лицевые. Далее 2 изнаночные у меня остается до жгутика. И далее снова берем дополнительную спицу и переснимаем, оставляем за работой на ней первую половину нашего жгута. 1, 2, 3, 4. На спине у нас будет, как вы помните, косичка из 12. Поэтому там будет делиться на 2 косички или на 2 жгутика по 6 петель. Там вы будете снимать всего 3 петли. Точно так же с поворотом вправо оставлять за работой 4 петли. Первую половину мы здесь вот оставляем. Точно так же и там первую половину из 3 петель будете оставлять за работой. Для наклона влево будете оставлять первые 3 петли перед работой. Ну, дальше вяжем наше перекрещивание. Вторую половину из 4 петель мы вяжем на правую спицу. Затем подтягиваем оставленные петельки и вяжем также лицевыми петлями на правую спицу. Далее довязываем этот ряд до конца по рисунку. У меня остается 2 изнаночные лицевые петли платочной вязки. И далее изнаночную сторону мы точно так же продолжаем вязать по рисунку. В конце изнаночного ряда также оставляем недовязанную одну петельку и разворачиваем вязание с лицевой стороны. С этой лицевой стороны мы также закроем 3 петельки второй раз. Переснимаем провязанную последнюю петлю к непровязанной. Далее делаем вот такой вот накид. Накидываем петлю непровязанную на провязанную. Это первое убавление. Далее делаем второе убавление. Вяжем лицевую на нее, перекидываем следующую петлю. И еще раз лицевую на нее перекидываем следующую петлю. То есть мы 2 раза закрыли по 3 петли. Дальше довязываем этот ряд до конца по рисунку Смотрим, где изнаночные у нас вяжем изнаночные Где лицевые вяжем лицевые Там, где петли платочной вязки Также вяжем лицевые С изнаночной стороны все петли также вяжем по рисунку С изнаночной стороны снова не довязываем одну петлю И поворачиваем наше вязание с лицевой стороны Мы должны сделать 2 убавления Поэтому переносим на правую спицу провязанную последнюю петлю на нее перекидываем не провязанную. Это первое убавление. И вяжем еще одну изнаночную петлю над изнаночной и перекидываем второй раз петельку. Сделали второе убавление. Все, петельки для горловины мы закрыли, но, как вы помните, мы должны еще сделать здесь убавление для косички нашей. То есть, смотрите, мы сейчас попарно провязываем один раз лицевую, попарно второй раз лицевую, попарно третий раз лицевую и попарно четвертую лицевую. Так мы сделали из 8 петель нашего жгутика всего 4 петли. И до конца ряда довязываем по рисунку. Две изнаночные, лицевая и петли платочной вязки. Кромочная, изнаночная. И теперь, как вы видите, у нас осталось точно так же, как и с первой стороны нашей полочки, также осталось 14 петелек. Здесь их не видно, так как я уже одела на булавочку, но точно так же. Там оставалась 1 изнаночная, 4 лицевые, 2 изнаночные, далее 2, 4, 6 лицевых и кромочная петля. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петелечек. У нас осталось точно так же, как и с другой стороны. И мы теперь переносим, можете перенести петельки на булавочку, либо же маркер, на что вам удобно. И точно так же, как и с первой стороны, я отмеряю 35 см, для того, чтобы сшить наш плечевой скос или шовчик сделать. Отрезаем ниточку, переносим петельки открытые, оставляем на булавочку. И у нас получаются первые, вот эти вот передние наши полочки готовы. Сейчас я уберу спицу, чтобы вам было видно. Вот так вот мы имеем уже две первые полочки. Перед наш готов. Сейчас нам останется напереди только с внутренней стороны пришить. Хотите, можете наметочными швами. То и ниточка, которая осталась, к нижней части. Нижнюю часть пришить с внутренней стороны. И все. Вот так вот у нас получится. И останется лишь только к нашей первой полочке связанной пришить пуговички. Все. Наша передняя часть готова. И приступаем к спинке. На спинку мы точно так же первый ряд вяжем лицевыми петлями. На втором ряду мы распределяем петельки. С изнаночной стороны, как мы и сделали у нас на передней стороне на полочках, так и на спинке. Первая кромочная. Далее 5 петель лицевых платочной вязки. 7 петель изнаночных для подреза. В каждом лицевом ряду уменьшаем с одной и с другой стороны. Уже с двух сторон, так как у нас две полочки будут вместе. Подрезы только с левой стороны мы делаем с наклоном в левую сторону. С правой стороны с наклоном в правую сторону. Убавление. То есть смотрите, как мы делали с вами передние полочки. Точно так же делаете и здесь. Далее, промеж изнаночных у нас будут полосочки из платочной вязки пяти лицевых с изнаночной стороны и с лицевой стороны. Далее 12 петель для косы. Я сейчас хочу вам показать, как это 12 петель. У нас если соединить вместе две косы без каких-либо промежутков изнаночных с внутренней стороны между косами, то получается 8 и 8 в 16 петель. По идее 16 петелек это слишком грубо было бы, если бы мы на спинке вот так вот сделали. Поэтому я взяла 12 петелек. При этом каждая из косичек будет состоять не по 8 петель, а по 6. То есть будем делать перекрещивание точно так же, как делали на первой полочке с наклоном в левую сторону. Три первые петли оставлять перед работой. Три провязали, затем вернулись с работы провязанными три петли лицевыми петельками. И точно так же сразу же делаем с наклоном в правую сторону. Три петли оставляем за работой. Три петли провязали и далее за работой вернули обратно в работу лицевыми петельками. И у нас получится вот такой широкий жгутик косичка из 12 петелек вместо, еще раз повторюсь, вместо 16. И с обеих сторон будут по 2 изнаночные петли. То есть они будут вязаться рядом и делать перекрещивание следует в одном ряду. То есть делали первое перекрещивание, сразу же делаем второе перекрещивание жгута. И все, ничего сложного абсолютно. Просто продолжаем дальше, сделав наши петельки для косички с перекрещиванием. Начиная с лицевого следующего ряда после распределения. И точно так же продолжаем дальше вязать наши петельки до конца. Это платочной вязки, 3 столбика, петли для подреза и петли платочной вязки с кромочной. Я думаю, что здесь вы справитесь. Просто самостоятельно продолжаете вязать спиночку до уровня, когда мы начнем закрывать горловинку. И когда свяжете наши петельки спинки, мы с вами встретимся во второй части, где продолжим вязание. Продолжение следует...